Так, коллеги, добрый день. Буквально еще минутку подождем те, кто справляется со сложностями подключения через Teams, и начнем. Так, еще парочку человек, да, добрый день, добрый день, Сергей. Да, добрый день. У нас сегодня достаточно много было регистрации, но посмотрим, сколько по факту появится людей, да, вот, о, последний, наверное, приходящий, но в любом случае у нас будет доступна запись, у нас будет доступна контент, который мы сегодня будем рассказывать, поэтому даже те, кто где-то опоздает, может быть, на первые пару слайдов, ничего не потеряют. Да, давайте представлюсь, меня зовут Евгений Роднянский, я операционный директор и ку-фаундер компании Utrace. Сегодня мы, как бы, начинаем, наверное, продолжаем где-то отчасти, а где-то начинаем в новой товарной категории, так, в кормах для животных, серию вебинаров, по, собственно, посвященных тому, как реализовывать проекты по маркировке, что для этого нужно делать, на что обращать внимание. В целом, как бы, будем сопровождать, надеюсь, многих из вас с точки зрения, как бы, экспертов по данному направлению. И сегодня у нас в гостях Ирина Варина, руководитель товарной категории, да, в компании ЦРПТ, а также Ариф Гаджи, директор по развитию компании Utrace и также директор клиентских сервисов. Поэтому, как бы, предметный опыт запусков многих проектов, он здесь будет очень кстати, поэтому не стесняйтесь, спрашивайте вопросы, касающиеся, на самом деле, любого аспекта проектов. Давайте, может быть, с точки зрения какого-то разогрева, я попрошу в чате написать, у кого есть релевантный опыт по внедрению маркировки, например, в других товарных категориях, чтобы мы, как бы, ориентировались на опыт. Либо, если нет, можете поставить, как бы, минусик, тогда мы будем понимать, что можем чуть-чуть больше времени тратить на какие-то базовые вещи. И самое главное, не стесняйтесь спрашивать. То есть у нас здесь нету неправильных или глупых вопросов, мы здесь для вас, чтобы ответить на все эти вопросы. Поэтому пользуйтесь, как бы, временем. По ходу встречи можете адресовать вопросы в чате. Я, скажем так, как модератор, буду их адресно либо задавать спикерам, либо оставлю на конец, если это будет более разумно, на мой взгляд. В то же время в конце у нас будет там минут 15-20 обсудить в формате такого живого диалога какие-то, наверное, более сложные вопросы, которые односложно там в чате мы не сможем ответить. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь возможностью. И я тогда передам слово Ирине и Жене, тогда от тебя презентация. И мы начинаем. Коллеги, добрый день. Со многим мы уже знакомы. Но я еще раз представлюсь. Меня зовут Ларина Ира. Я руководитель проектов товарной группы «Корма», оператора ЦРПТ. Сегодня на встрече мы с вами обсудим основные шаги, основные вопросы, касающиеся маркировки кормов, а также участия в эксперименте. Вначале я вам расскажу небольшую презентацию. Дальше мы перейдем к вопросам, как сказал Евгений, или после нашего общего выступления, или можете задавать их по ходу презентации в чат. После завершения все материалы будут доступны, поэтому вы сможете с ними ознакомиться еще раз. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, сроки проведения эксперимента с 25 декабря предыдущего года по 31 августа. Участие в эксперименте дает преимущество участникам в части методологии, а также в апробации оптимального выбора и способа маркировки, а также выбора технологического партнера для дальнейшего сотрудничества. Эксперимент у нас делится на два крупных направления. Первое – это, скажем так, теоретическая подготовка. В рамках нее вы будете участвовать в рабочих группах, в проектно-экспертных группах, в обсуждении нормативно-правовых актов, а также участие в обучении по работе с государственной информационной системой. И второе направление очень важное – это непосредственное тестирование и подбор оптимального решения одной производственной линии у вас на производстве. Следующий слайд, пожалуйста. Эксперимент на самом деле является добровольным, но мы всех призываем поучаствовать в нем для того, чтобы вы смогли в плановом режиме подготовиться к введению обязательной маркировки. Рабочая группа состоит у нас не только из производителей, но включает в себя импортеров, оптовые розничные компании, интеграторов, а также сервис-провайдеров. Для участников оборота товаров, участвующих в эксперименте, что же нужно? Во-первых, это наличие УКЭП для того, чтобы пройти регистрацию в системе маркировки, а также наличие регистрации в ГС-1РУС и заполненные карточки в национальном каталоге. В ходе подготовки к данному совещанию поступали некоторые вопросы относительно интеграции ГС-1РУС и ГИС-МТ. Сейчас она реализована. Хотелось бы обратить ваше внимание, как это работает. После регистрации в ГС-1РУС вы переходите в ГИС-МТ, то есть система частный знак, и проваливаетесь в вкладку «Национальный каталог». Там будет пустое поле с одной доступной кнопкой «Выгрузить карточки». Вы на нее нажимаете, и карточки, опубликованные в ГС-1РУС, автоматически переносятся к вам в систему. Их нужно обязательно опубликовать. Модерация карточек происходит дважды в сутки, поэтому если вы, допустим, днем загрузили эти карточки и видите, что идет процесс загрузки, не переживайте, значит, вы попали во вторую волну суток, поэтому после обработки карточки отобразятся у вас в национальном каталоге. Что еще важно отметить, в национальном каталоге автоматически подгружаются только те карточки, которые вы загрузили в ГС-1РУС с шаблоном, не вручную. Если у вас есть какие-то сложности и карточки в национальный каталог не подтягиваются, вы можете написать обращение в службу технической поддержки ГС-1РУС, а также можете обратиться ко мне, мы с вами обязательно решим все вопросы. Следующий слайд, пожалуйста. Какую же продукцию необходимо будет маркировать категория корма для животных? В соответствии с постановлением правительства 2220 в маркировке участвуют сухие корма, лакомства, а также влажные. Код ТНВД 2309. Исключением являются кормовые добавки. Следующий слайд. Что же мы с вами маркируем? Мы с вами маркируем единицы товаров, упакованные в потребительскую упаковку. Это могут быть паучи, мешки, дойпаки, флоупаки, ламистеры, коробки, тетрапаки, банки, мягкие индивидуальные стики и прочие виды упаковки. Следующий слайд. Сейчас на данный момент существуют три способа нанесения кодов маркировки. Хотела бы здесь остановить свое внимание. Первое – это типографский метод нанесения, также прямое нанесение и этикетирование. Что же такое типографский метод нанесения? Хотелось бы обратить внимание, что не каждая типография может наносить коды маркировки у себя на производстве. Существуют так называемые сервис-провайдеры, которые подключены к программно-аппаратному комплексу системы маркировки. Что у них есть? У них есть специальный софт по получению кодов маркировки. Вы не можете на каком-то внешнем носителе передать коды маркировки из системы частный знак своему контрагенту. Вы должны обязательно это передавать по системе. У сервис-провайдеров такая система существует. Кроме того, коллеги умеют валидировать коды маркировки после их нанесения, а также формировать отчет о валидации. С этим отчетом вы сможете ознакомиться в государственной информационной системе после выполнения заказа. Для чего же нужна валидация? Валидация нужна для того, чтобы проверить GTIN нанесенного кода маркировки, также качество грейда нанесенного кода и отсутствие дублей. С перечнем типографий, которые подключены к системе маркировки, вы можете ознакомиться у нас на сайте Честного Знака. Их порядка 130 штук. Если у вас есть потребность в подключении своей типографии, вы не нашли на сайте, но вы активно пользуетесь услугами коллег, вы можете обратиться к нам, передать контакты для того, чтобы мы обсудили с коллегами возможность их подключения к системе маркировки. Второй способ – это прямое нанесение. У производителя на линиях устанавливается специальное оборудование. Это может быть лазерное нанесение, это может быть пьезопечать, это может быть термотрансферный принтер и так далее. Все зависит от вашего вида упаковки, от ваших скоростей и от еще каких-то факторов. Мы с вами вместе это все обговариваем на этапе эксперимента. И третий способ – это этикетирование. Этикетирование, все, наверное, понимают, это нанесение кодов стикерами. Вы можете заказать их предварительно в типографии, вот у сервис-провайдеров, или вы можете самостоятельно их нанести на самоклейку. Следующий слайд, пожалуйста. Какие же плюсы хотела бы отметить при участии в эксперименте? Во-первых, это плановая подготовка уже к обязательной маркировке, выбор оптимального решения по оснащению ваших производственных линий в соответствии с вашими потребностями, а также нюансами ваших бизнес-процессов. Также персональная экспертная помощь от оператора ЦРПТ по настройке бизнес-процессов и учетных систем. Подбор и апробация технологий работы с маркировкой в реальных условиях, доступ к технической документации и личному кабинету государственной информационной системы, участие в различных рабочих, проектно-экспертных группах, возможность влиять на итоговые правила обязательной маркировки, потому что мы с вами строим диалог, и в соответствии с диалогом с бизнесом мы готовим как раз-таки нормативно-правовые акты, потому что все-таки вы эксперты в этой области, и ваша помощь нам крайне необходима. Кроме того, присутствует обучение, обучение персонала по работе с маркированным товаром, а также участников эксперимента в рамках рабочих групп и вебинаров. Следующий слайд, пожалуйста. Что же нужно сделать для того, чтобы стать участником? Во-первых, для того, чтобы стать участником, вам необходимо отправить заявку на участие в эксперименте. Данную заявку вы можете найти на сайте честного знака в разделе товарной группы «Корма». Вы ее заполняете, указываете всю информацию и направляете или на почту petfoodsobaka.crpt.ru, данная почта указана на сайте, или можете отправить ее мне непосредственно на мою личную почту и точка larinasobaka.crpt.ru. После того, как вы направите заявку, вы вступите в рабочую группу. За вами будет закреплен персональный менеджер, и на встречах вы будете обсуждать какие-то свои интересующие вопросы. После того, как вы вступите в рабочую группу, мы с вами пообщаемся, на ваше производство выйдет для обследования коллеги, представляющие услуги интеграторов, то есть технологических партнеров, которые оснащают производственные площадки, оборудованием, а также предоставляют специальный софт для работы в системе. После того, как будет произведен анализ, мы совместно с вами выберем одну линию для тестирования. В рамках тестирования мы предоставляем оборудование и коды маркировки бесплатно. И, что важно, тестирование проходит на территории РФ. После того, как мы с вами определимся с линией, с методом нанесения, мы с вами подпишем договор. В рамках этого договора мы с вами составим план график, и в дату, указанной в планной графике, будут осуществлены пусконаладочные работы. Что важно, до пусконаладочных работ и после будет обязательный замер скоростей и отбраковки. Для чего это делается? Для того, чтобы мы с вами убедились, что после внедрения маркировки у вас на линиях скорости не снизится, и процент отбраковки не возрастет. После того, как мы с вами провели эксперимент промышленной партии, мы с вами подписываем акт приема сдаточных работ, и это считается таким результатом тестирования. Что еще важно отметить, что в рамках эксперимента мы работаем не только с производителями, мы подключаем розницу для того, чтобы проверить считываемость кодов не только у себя на производстве, но и считыванием различной контрольно-кассовой техникой в сетях дистрибуции, скажем так. После этого, как я уже сказала, подписываем протокол, и вы уже решаете, будете вы работать с этим интегратором, или вы планируете обратиться к какому-то другому технологическому партнеру, мы с вами обязательно это все обсудим. Если вы не планируете принимать участие в тестировании, то мы со своей стороны вам можем хотя бы подсказать варианты коробочного решения, или, может быть, в соответствии с вашими бизнес-процессами посоветовать какого-то интегратора. Следующий слайд. Хотелось бы заострить внимание на основных контактах. Здесь указана почта и номер телефона нашей поддержки, поддержка честного знака. Вы можете писать туда, и коллеги очень оперативно решают вопросы. Если вдруг у вас есть проблемы или вопросы по регистрации, можете туда обращаться. Также здесь представлены ссылки на социальные сети, на телеграм-канал, и немаловажный ресурс – это видеоинструкция на ютубе для того, чтобы вы ознакомились с работой в системе маркировки. На этом, коллеги, у меня, в принципе, презентация заканчивается, поэтому, если есть вопросы, можете, пожалуйста, задавать. Да, Ирина, спасибо. Я тогда здесь помодерирую. Есть сейчас один вопрос в чате, а потом у меня еще будет небольшой комментарий. Касательно опыта применения уже, ну, по сути, нанесения на эту товарную категорию, с учетом текущих форм-факторов, есть ли уже какие-то примеры, где это уже внедрено. Ну, или как минимум эксперимент пройден, и можно, там, не знаю, наверное, посмотреть. Я думаю, что Сергей заинтересован именно в этом. И второй, наверное, важный вопрос с точки зрения длительности, сохранности кода на тех, на самом деле, продуктах, которые имеют длительный срок годности. Вот. Интересно послушать ваше мнение. Я потом тоже, со своей стороны, могу тоже прокомментировать, потому что есть что сказать. Спасибо, коллеги. Смотрите, у нас, наверное, самая близкая товарная группа, уже запущенная, это молоко. Здесь присутствуют практически все те же самые форм-факторы, которые используются и в кормах. Поэтому с точки зрения нанесения варианты проработаны. Под вопросом был, наверное, процесс автоклавирования, да, паучей. Отрасль, он очень волнует, но проведены были лабораторные тестирования. И что показало на практике, код маркировки, нанесенный различными методами, это лазер, это пьезопечать, после автоклава держится и не стирается. Относительно других форм-факторов, как я уже и отметила, самое близкое, наверное, это молочка, и упаковка прекрасно сохраняется, и код маркировки считывается. Да, я бы здесь тоже добавил, что на самом деле это сильно зависит действительно от материала упаковки, от чернила используемых, из ингуринт, например, по способу нанесения прямой печатью, да. Но, например, в французской индустрии сроки годности 2-3 года это просто стандарт, и нестираемость там тоже обеспечивается. И действительно были кейсы, когда производитель был вынужден где-то поменять упаковку, картон там и так далее. Скорее всего у вас могут возникнуть схожие истории, но поскольку действительно в молоке и на самом деле в мороженом флоупаке это очень распространенная история, то в целом эти технологии уже 2-3 года назад были опробированы. Поэтому, скорее всего, вы найдете, найдете на самом деле подход в нанесении. Вот, касательно, еще вопрос здесь касательно, значит, оптовиков и производителей. Как они могут участвовать в эксперименте, как планируется их участие, да, потому что, ну, это получается все-таки временное размещение оборудования, временное производство там тестовой партии, и дальше вопрос, вот полный цикл до выбытия, как они будут задействованы. Коллеги, смотрите, относительно тестирования в рознице. У нас есть, скажем так, департамент, который взаимодействует с розничным звеном, и мы со своей стороны готовы оказать помощь в считываемости, точнее, в организации лабораторных тестирований по считываемости различными ККТ у розницы. Розница забирает у вас какую-то тестовую партию упаковки, уже маркированной, и у себя в лабораториях считывает различные контрольно-кассовые техники, которые чаще всего используются или на кассах самообслуживания, или на кассах с кассиром, и составляют протокол о считываемости или несчитываемости кодов. На основании этого протокола вы будете понимать, и мы тоже со своей стороны будем понимать, какой выбор будет самым максимальным для нанесения на ту или иную упаковку. Так, коллеги, я вижу несколько вопросов, косящихся полной прослеживаемости. Их на самом деле раскроет Ариф в своей части, поэтому не переживайте, что мы на них сейчас, я как бы вынужден буду их пропустить. Я бы хотел еще небольшой комментарий сказать касательно участия в эксперименте. Вторая уникальность, наверное, всего того, что происходит в рамках маркировки, это то, что бизнес реально может влиять на методические рекомендации, на то, как процессы будут имплементированы. И вот за последние 5-6 лет, пока мы делали в разных товарных категориях проекты, мы видели, как меняется законодательство в связи с запросами бизнеса по тем или иным вещам. То есть и со сроками годности, и с определенными статусами, и с видами участников оборота, и определенными отклонениями в связи с особенностями той или иной индустрии. В общем, здесь реально диалог работает. То есть это не монопольно выпущенное законодательство, которое нужно просто соблюдать. Здесь реально можно повлиять на то, что будет удобно или что будет неудобно, и заблокировать какие-то решения. Поэтому я всячески рекомендую действительно выделить делегата от компании, которая будет на постоянной основе участвовать именно в экспериментах. Вот касательно... У нас еще будет время, Ирина с нами остается до конца вебинара, поэтому по ходу могут возникнуть вопросы к ЦРПТ. А сейчас я предлагаю тогда Арифу взять слово, и Ариф уже расскажет на таком, наверное, приближенном именно к бизнесу, к бизнес-задачам языке, что на самом деле с собой будет предоставить проект маркировки. Да, спасибо, Ариф. Так, только нужно, чтобы мы тебя слышали. Сейчас это почти невозможно. Так, сейчас вы должны меня слышать. Раз-два, раз-два, все хорошо? Да, отлично слышно. Отлично. Коллеги, всех тоже рад приветствовать на вебинаре. Сегодня мы с вами поговорим о проекте по маркировке, и наша задача будет не рассказать все обо всем, что в 40 минут невозможно уложить, а пройтись, наверное, по основной базе терминологии. И в процессе этого рассказа я попробую сфокусироваться на каких-то важных нюансах, то есть не рассказывая подробно, что такое маркировка, тем более, скорее всего, вы уже это прочитали или прочитаете на сайте ЦРПТ. А вот что нужно учесть при начале работы с маркировкой, это будет, наверное, интересно. В первую очередь я бы хотел буквально пару слайдов показать, которые посвящены нашей компании, от лица которой я говорю. Чтобы сложилось понимание, что мы в теме разбираемся. Итак, компания U-Trace является интегратором и разработчиком программных решений по управлению маркировкой. То есть вот есть корпоративные программные решения, точно то же самое, что, например, учетная система 1С, для работы с продукцией управления продажами. А вот наше решение – это все, что связано с прослеживаемостью и возможностью отследить каждый код маркировки, откуда он пришел и куда он ушел. Ну и, соответственно, отчитаться об этом регулятору. Сама маркировка в России – это история не новая. Первые упоминания о системе «Честный знак» появились еще до 2017 года. В 2017 году наша компания начала работу с клиентами в фарме, в которых ставила задача выбрать в систему внедрить маркировку. История была такая, что в тот момент на рынке не было решения, подходящего под сложные требования российского рынка. А маркировка в России самая сложная. В мире маркировка есть во многих странах, но в России она технически самая сложная. И глобальные компании типа SAP и TraceLink, они не были готовы инвестировать в разработку, поэтому было принято решение создать собственное программное обеспечение, которым впоследствии стали пользоваться все новые и новые компании. Так появилась компания Utrace и, соответственно, наш продукт Utrace. С 2019 года в «Честный знак» подключаются новые товарные категории, такие коршины, обувь, парфюм. А в 2020 году запустилась «Молочка», которая дала старт созданию таких высоконагруженных приложений, так как оборот продукции в «Молочке» у крупных клиентов превышает миллиарды штук в год. И тогда Utrace сделал фокус на создании программного обеспечения для компании непрерывного производственного цикла со сложной логистикой. И с тех пор мы в этой специфике варимся. Поэтому хотелось сегодня с вами некоторыми нюансами, которые мы тогда узнали и сейчас узнаем при внедрении на крупных клиентах, с вами поделиться. На самом деле, вот, корма для животных, масла, косметическая продукция, да, которая сейчас запускается, вот Ирина уже сказала, да, что многие вещи уже опробованы, это очень хорошо. Понятно, что есть нюансы, есть специфика кормов, да, есть там, не знаю, большие упаковки из материала, да, на которые непонятно, да, будет держаться код, не будет держаться код. Но, как бы, этот вопрос мы, наверное, оставим и обсудим чуть позже, когда у нас будут встречи с поставщиками оборудования. У нас будут такие вебинары, пожалуйста, следите за анонсами. Там вы можете напрямую задать, потому что, скорее всего, поставщики оборудования такие, такой опыт имеют и такой тестировали. Поэтому обязательно регистрируйтесь вот на эти мероприятия, которые у нас будут с поставщиками оборудования. Там можно будет дополнительно вопросы задать уже тем, кто непосредственно занимается печати. То есть любая компания, по сути, да, к чему я веду, в том числе и наша, может достаточно грамотно сейчас отрасль проконсультировать. Любая компания, которая занималась, достаточно долго занималась маркировкой. Поэтому вот сегодня мы хотим вам, наверное, помочь в этом и ответить на вопросы и рассказать, какие-то важные моменты подсветить. Вот на этом я рассказ о Utrace закончу. Еще важную вещь, которую я хотел уточнить, это то, что для многих наших клиентов мы являемся так называемой точкой экспертизы по вопросам маркировки. И помимо действующих клиентов у нас еще есть сильная внешнеобразовательная функция. У нас есть система управления знаниями. Я знаю, что многим компаниям сейчас тяжело. Поэтому если вы видите необходимость просто пообщаться, да, звоните. Можно лично мне писать. Я постараюсь помочь, поделиться опытом, рассказать, как обычно проходят проекты, на что обратить внимание с учетом вашей специфики. Вот. А сейчас давайте перейдем к основной теме. Многие из вас, наверное, еще не сталкивались с маркировкой. Вот я вижу, уже много минусов было. Но вопрос изучали. Поэтому, наверное, сейчас самая важная задача рассказать, как я уже сказал, не то, что можно прочитать, а вот сфокусироваться на каких-то интересных и важных моментах, начиная с эксперимента, да, что это вообще, как вообще проходит эксперимент. И по нашему опыту, и заканчивая выполнением регулярных операций. Итак, если начнем с эксперимента, когда мы слышим слово эксперимент, представляется, что сейчас мы одну линию укомплектуем, протестируем, и дальше примем решение, да, идти вообще в маркировку или нет. Здесь я предлагаю относиться более осознанно, да, и к участию в эксперименте, и к тому, что эксперимент это на самом деле возможность вам лучше подготовиться, но эксперимент не отменяет начало проекта, потому что опыт подсказывает, что после окончания эксперимента обычно начинаются даты старта обязательной маркировки. Вот эта информация, которая прошла, эта информация официально не подтверждается сейчас, то есть у нас нет документов, подтверждающих рекомендуемые даты старта маркировки, но поскольку есть, ну, как бы поступала такая рекомендация, эта рекомендация плюс-минус соответствует тому, что мы ожидаем как интегратор, да, что мы видим в других индустриях, вот с 1 октября уже могут запуститься сухие корма, и с 1 марта 2025 года влажные корма. Вот мы сейчас будем от этих дат отталкиваться, мы берем их как assumption, да, конечно, все может поменяться, официальное подтверждение этих дат нет, но мы берем эти даты как assumption, да, и уже исходя из этого, будем смотреть, что нужно делать. Из эксперимента мы видим, что в проекте участвуют разные ведомства, включая Минсельхоз, Росельхознадзор, Роспотребнадзор, ФТС, и некоторые системы действительно уже интегрированы, ну, или впоследствии будут интегрированы системы маркировки, а из некоторых систем, например, системы Меркурии, да, необходимо будет получать данные для ввода продукции в оборот, то есть указывать номер сертификата. Интеграция развивается постоянно, например, в фарме вот была ситуация, когда нужно было вводить товар в оборот, вводя, да, в этот отчет номер разрешения Росздравнадзора, а сейчас процесс автоматизированный, лекарства автоматически вводятся в оборот. Вот такая глубокая интеграция, с одной стороны, она позволяет автоматизировать процесс, а с другой стороны, сильно возрастает прозрачность операции, что она становится настолько высокой, что бизнес уже зачастую не успевает реагировать, да, на события и запросы, поэтому вот тот софт, который делают такие компании, как мы, они позволяют, позволяют соответствовать в плане автоматизации, то есть особенно если крупная компания, да, вот работу крупной компании сейчас без продвинутой системы, корпоративной системы управления маркировкой представить уже нельзя. Итак, вернемся к основным терминам. Как мы уже знаем с презентации ЦРПТ, у нас есть участники оборота. Это российские компании, которые являются или производителем, или импортером, или оптово-розничным звеном. Именно они должны обеспечить соответствие так называемой целевой модели государственной системы маркировки, то есть выполнять необходимую отчетность по ключевым процессам. Как выглядит эта модель и что это за процессы? Целевая модель представляет собой последовательный набор процессов, которые участник оборота должен обеспечить. Это описание товаров в национальном каталоге, это эмиссия кодов маркировки, получение криптозащищенных кодов, это ввод товара в оборот, это смена собственника товара, то есть отображение, да, как у нас товар движется по цепочке дистрибуции, и вывод товара из оборота. Также есть помогательный процесс агрегации, который потребуется, вот тоже вопрос задавали, потребуется в процессе логистики для того, чтобы как раз все коды не сканировать. И мы о нем тоже чуть позже поговорим. Вот внедрение такой модели, оно обычно состоит из двух этапов. Раньше, когда одним этапом все внедряли, сейчас все-таки разделяет нас, и регулятор разделяет в том числе, на два этапа, то есть этап, когда мы только наносим коды, и в определенный момент начинаем регистрировать их в выбытие на кассе. То есть представьте, да, такой большой банк кодов, куда производителям складываются все новые коды, из которого эти коды потом выбывают. Вот это будет как раз первый этап, он называется этап нанесения или выбытия, или этап объемно-сортового учета. После старта обязательной маркировки, что это значит, да, объемно-сортовой учет, что после старта обязательной маркировки, в ЭДО, в электронный документ оборот, вот в УПД, нужно будет включать информацию о продаже артикула и количества товара. То есть экземпляры туда, коды отдельно туда не вписываются, до старта по экземплярному учету. Но ЭДО будет, соответственно, обязательной после старта вот этого первого этапа обязательной маркировки. Если мы говорим про смену собственника и выбытие товара, то на первом этапе смена собственника и выбытие, например, по иным причинам, оно не отображается. То есть просто есть такой банк, куда коды заполняются, и потом эти коды уходят. Вот второй этап уже, да, этап полной прослежимости. Обычно он начинается через год после старта обязательной маркировки последней, ну как бы последней товарной категории, да, в товарной группе. То есть, например, если у нас влажная корма, обязательная маркировка начинается в марте 25-го года, мы делаем опять assumption, что будет похоже, как и в других индустриях, и в марте 26-го года предполагаем, что будет полная прослеживаемость. Вот с марта 26-го года, если следовать нашим предположениям, нам нужно будет указывать коды уже в УПД. То есть система, вот эта корпоративная система правильной маркировкой должна будет эти коды в каждую предпродажу засовывать в этот документ УПД, желательно автоматически, чтобы, ну как бы, ручная операция здесь не была задействована. Вот для упрощения этого процесса как раз используются агрегации. Что здесь важно, что агрегация может появиться раньше, если у вас есть групповые коды. И, то есть потребительская групповая упаковка, об этом я чуть-чуть попозже расскажу. В общем, мы сделали предположение по срокам, посмотрим, как, давайте посмотрим, как у нас будут выглядеть проектные задачи, чтобы государство у нас достигло вот этой целевой модели в маркировке. Значит, мы видим, что дата, такие предполагаемые даты, да, рекомендуемые даты обязательной маркировки. Откладываем от них год, получаем дату полной прослеживаемости. И вы видите здесь активности, которые нужно будет завершить до этих дат. Итак, у нас первый этап, это будет эксперимент и подготовка. Как мы уже выяснили, это не эксперимент в классическом понимании, но в том плане, что вот вы только одну линию внедряете, и все, да. То есть понятно, что здесь какая-то линия у вас может быть в эксперименте. Вы можете участвовать в эксперименте, получать право голоса, да, тестировать технологии, обосновывать какие-то предложения регулятору. Но параллельно вести проектные активности тоже нужно. Иначе, ну, не знаю, там заканчивается у вас эксперимент, да, в сентябре, а в октябре, там, условно, да, начнется маркировка. За один месяц, конечно же, успеть что-то внедрить невозможно. Поэтому сейчас будет эксперимент и, как бы, первые проектные активности. Ну, вот, например, первый этап проекта, он содержит работ уже достаточно, чтобы начинать процесс уже сейчас. Особенно это касается оборудования, и особенно, если вы большой производитель. Наверное, не секрет, да, что производители хорошего оборудования, которое работает, качественно работает на непрерывных производствах с минимальным уровнем брака, имеет хороший сервис, их не так много. То есть буквально там на пальцах одной руки можно пересчитать. При этом сейчас корма – это не единственная товарная категория. Запускается сейчас несколько товарных категорий. И здесь есть риск, что сроки поставки оборудования могут быть длительными, потому что, ну, нужны, ну, разные, да, разные товарные категории будут заказывать оборудование. А зная специфику и сроки годности кормов для животных, да, мы понимаем, что сделать тот же самый сток билд может быть проблематично. То есть, например, не знаю, до начала маркировки создать там какой-то гигантский сток, потом же его продать нужно, да, потом сети могут не принять товар, у которого уже срок годности там меньше трех месяцев и так далее. Поэтому важно сейчас понимать, что если у вас несколько, да, тем более если у вас несколько товарных категорий, то сейчас важно уже проект запустить. И если, например, вы, ну, по какой-то причине вы, например, сталкивались уже с маркировкой, то необязательно то, что внедрено там, будет работать здесь. То есть нужен полноценный анализ, полноценный выбор поставщика и так далее. Что касается, так, прощение, что касается второго этапа, когда уже внедрие обязательное, да, вот начинается у нас объемно-сротовой учет и появляется у нас год, да, предполагаем, что это год до старта полной прослеживаемости, мы начинаем сразу готовиться к этому этапу второй прослеживаемости. Это прям тоже рекомендация не откладывать. И сложность заключается здесь в том, что на этапе полной прослеживаемости нам нужно будет обеспечить прослежимость каждой единицы товара. Нужно, во-первых, научиться их агрегировать, закупить оборудование, то есть там до оснащения будет линии производств. И кроме этого будет большое количество интеграции. Интеграция потребуется и со складскими системами, и с ТПЛ-операторами, и с поставщиками ИДО. И этот процесс, который, в принципе, понятен, то есть он кажется, да, сейчас сложно-сложно-сложно, да, на самом деле этот процесс много раз уже, и сейчас, в данный момент, например, мы проходим и по молочке, и по пиву, здесь понятно, что делать, просто его нужно не откладывать и начинать сразу. А готовиться к ним нужно еще заранее. Вообще, по выбору поставщика, да, и как бы выбрать поставщика, нужно не только, да, ориентируясь на первый вот этот этап объемно-сортового учета, но и то, что этот же поставщик сможет вам и внедрить полную прослеживаемость. Потому что, ну, понятно, да, что если еще и в этот, в этот период еще и поставщика менять, то это вообще катастрофа, да. Поэтому сейчас лучше выбрать поставщика по тем параметрам, которые впоследствии помогут вам с этим же поставщиком пройти или поставщиками пройти этап, подойти к этапу полной прослеживаемости. Вообще, по выбору поставщика важно сказать следующее. Есть такая отличная модель ISA-95, да, она, скорее всего, вы про нее слышали, которая показывает уровни информационных систем, да, где у нас L5 – это уровень государственных систем, вот L1, L3 – это уровень завода и линий, и L4 – это как раз та корпоративная система прослеживаемости, про которую я говорил, ну, и, собственно, которая вот поставщик ПО типа нас предоставляет. Здесь важно учесть рекомендацию, что наиболее гибкий и масштабируемый результат у вас получится, если у вас будут разные поставщики, то есть отдельно поставщик будет оборудование и софт для оборудования, это L1, L3, то есть все, что касается обработки, по сменной обработке отчетов и работы линий, это все обычно предоставляется с оборудованием, поставщиком оборудования. Уровень L4 – корпоративная система прослеживаемости обычно независима, потому что у вас могут быть разные поставщики оборудования, вы можете разные линии разными укомплектовать вендорами. Ну и в целом, да, системы, которые работают с механической скоростью, обычно скорости света, да, когда происходит вот отчетность на уровне IT-систем, обычно такие системы, ну, получаются не самыми гибкими, поэтому вот особенно для крупных компаний важно, и мы видим, да, очень-очень большое количество проверенных, серифицированных данных о преимуществе такого подхода для крупных производств, когда вы отдельно у вас внедряет поставщик L4 и отдельно внедряет оборудование и софт L1, L3. Вариантов здесь много, здесь можно и субподряды, есть варианты параллельных стримов, которые у вас РП, один РП управляет, да, и объединяет вот менеджмент этих двух проектов. Здесь, в принципе, неважно, да, может быть, это там единый, да, единый генподрядчик будет этого проекта. Здесь важно скорее, как выстроена была ранее, или как выстраивается работа между самими поставщиками, потому что если мы перейдем на такой критический путь проекта, да, который обязательно нужно будет составить перед началом проекта, мы видим, что работа идет параллельно до какого-то момента. Обычно это момент тестирования совместного, и когда этот момент происходит, вот важно, чтобы схлопнулось у нас, и оборудование установилось, и было разогнано, и софт для оборудования стоял, и персонал был на линии обучен. И корпоративная система прослеживаемости была подготовлена, персоналы, там, типа, координаторов производства, да, тоже были обучены, и все это можно было end-to-end процесс протестировать. Вот здесь важно вот такой критический путь найти, и в этом должен как раз помочь единый менеджер проекта, который будет в портфеле с двух проектов оборудования и софта вести. Ариф, хочу парочку вопросов сейчас прервать, прежде чем мы перейдем, да, когда маркировки и таким. Значит, по поводу EDO, да, здесь вопрос звучит в чате, что если контрагент не подключен к EDO, то у него будут сложности с работой с маркированным товаром. Ну, правда, это не важно. Ну, если мы говорим про объемно-сортовой учет, и, скорее всего, объемно-сортовой учет, вот, насколько я понимаю, он будет обязателен, в этом случае, да, обязательная работа через EDO у нас будет с момента начала объемно-сортового учета. Вот, может быть, Ирина подскажет, когда он начинается, но обычно он начинается после начала обязательной маркировки. Может быть, там на месяц раньше. Коллеги, я бы сейчас не оторопила события. Ждем подписанного ППР, и после этого будем говорить о датах, потому что сейчас мы можем придумать даты, да, а они потом не совпадут. Давайте дождемся ППР и обсудим тогда дорожные... Но с точки зрения EDO, Ирина, мы сейчас и понятно, что даты, это мы выдумали сейчас даты, да, поэтому мы как бы не говорим здесь, что это даты эти будут. Вот если мы говорим про объемно-сортовой учет, то EDO обязательно, да, это шаг, который должен быть... Да, EDO предполагается. Если ваш контрагент не подключен к EDO, значит, он не сможет реализовывать товар. Да, дальше смотрите, значит, да, здесь был также вопрос, Дмитрий, по срокам второго этапа по полной прослеживаемости. Опять же, это, как Ирина сказала, пока нет опубликованных, вот, я бы сказал, официальных сроков. Это на уровне предположений и опыта... ...дрения в других товарных категориях. И, собственно, по динамике развертывания систем в индустрии. Вот, но в целом, как бы, действительно, то, что Ариф озвучил, это какое-то время после эксперимента, это старт обязательной маркировки, потом какой-то период времени, там, несколько месяцев до объемно-сортового учета и около года после этого до внедрения полной прослеживаемости, то есть именно по экземплярному учету. То есть, глядя на сроки, я могу сказать, что это достаточно комфортно не сравнится с тем, что мы видели в других индустриях, где все эти этапы проходили, там, не знаю, за полтора года. Вот, поэтому... Да, ну, коллеги, постановление не подписано. Мы ориентируемся на предыдущий опыт, да, здесь может все по-другому пойти. Я показываю здесь не для того, чтобы мы ориентировались на конкретные даты, а для того, чтобы мы суть поняли, да, что есть вот несколько этапов. Обычно есть промежуток между этими этапами, достаточно для того, чтобы реализовать вот эти обе части проекта. Еще сейчас, Ариф, небольшой вопрос. Значит, касательно дарения и экспорта как виды списаний, то есть, опять же, это просто различные виды операций, которые будут доступны в понятии как бы выбытия из оборота, да, то есть есть розничная реализация, есть иные виды или иные причины выбытия. И чаще всего как бы вот как раз таки вот в этих моментах ЦРПТ готов специфицировать виды выбытия для того, чтобы на самом деле не только как бы ЦРПТ знал причины, но и производитель знал причины, потому что потом это можно будет использовать для аналитики как бы данных. Это мы чуть-чуть дальше раскроем. В общем, этот момент, это точно обсуждаемая история, и там перечень причин выбытия, он может как бы расширяться. Вот, касательно, значит, вопроса с развесом, опять же, то же самое проходило, например, в молочной индустрии, где там сыры и так далее, то есть тут, наверное, лучше, конечно, знать конкретный как бы бизнес-процесс, но мы видели, что и на уровне розничной точки как бы развес, на развесе, по сути, выделяется код маркировки. Вот, так, опять вопрос по тестам. Дмитрий, я думаю, что здесь можно будет адресовать вопрос потом Ирине после вебинара, да, потому что, наверное, оптовик здесь... Я, наверное... А, вы можете сейчас задавать, Ирина. Да, по поводу оптовиков, да, смотрите, если мы говорим про всю товаропроводящую цепочку, то с оптовиками, наверное, правильнее будет протестировать отгрузку по УПД, но, к сожалению, сейчас пока данный функционал недоступен, как он будет реализован, мы обязательно об этом повестим и протестируем, конечно же, отгрузки. Так, Ариф, пожалуйста. Да, спасибо, коллеги. Очень большое спасибо за вопросы. Очень здорово, что у нас получается диалог. Сдавайте вопросы, и с удовольствием будем прерываться на эти вопросы отвечать. И я постараюсь побыстрее закончить, чтобы у нас еще осталось время после вебинара, ну, точнее, после моего выступления, на то, чтобы на ваши вопросы ответить. Итак, про код маркировки в категории корма. Сейчас, если мы зайдем на сайт СРПТ и посмотрим, какие варианты кодов есть, мы увидим, что есть два варианта. Это четырехсекционный код, который рекомендуется к использованию, или односекционный код. В чем отличие? На четырехсекционном коде у нас вот нижняя часть, да, криптографическая, которая с СРПТ выдается, так называемый криптохвост. Он содержит в себе ключ верификации, код верификации, а сам GTIN и серийный номер, они тоже забиты в отдельные секции даты матрикса. Этот код, ну, есть определенное требование, да, там, по-моему, сантиметр на сантиметр он должен быть по размеру. Если мы говорим про то, что, например, пачка маленькая, или, например, вы видите необходимость использования маленького кода, то теоретически можно маленький код использовать, в нем нету кода верификации, и вся информация помещена в один код. Соответственно, здесь, опять же, участвуйте в эксперименте, в рамках эксперимента, я думаю, станет понятно, да, какой код в итоге где рекомендуется использовать, но вот пока у нас такие два варианта предлагаются. Какие есть моменты еще, да, код нужно распечатать на пачке, ну, или нанести, да, существует, как Ирина сказала, три основных способа, сейчас мы к ним перейдем. Важно, что коды платные и имеют срок годности, могут иметь срок годности, то есть они платные, могут иметь, могут не иметь. Вот это два ключевых момента, которые тоже нужно помнить при проектировании систем, тем, что если вы проектируете систему так, что используете коды с сроком годности, в этом случае у вас система должна уметь отслеживать этот срок годности. Давайте посмотрим. Значит, основное правило, если код предоплатный, то есть вы заранее его покупаете, то он не имеет срока годности. Если код постоплатный, то есть вы платите по отчету о нанесении, То есть, например, вы получили этот код, нанесли, отсканировали и говорите, я нанес. Все. В этом случае считается, что код постоплатный, деньги у вас списываются по отчету о нанесении из личного кабинета ЦРПТ. И срок годности таких кодов составляет 30 дней. Если код напечатан в типографии, опять же, мы говорим не про предсериализацию, не предпринт, а вот типография, сервис-провайдер с паком, который на сайте ЦРПТ зарегистрирован, в этом случае срок годности год, 365 дней. Какие бывают способы нанесения? Ну, как уже Ирина сказала, есть прямое нанесение, есть вариант предсериализации, когда у вас стоит отдельная машина, куда вы загружаете, не знаю, там, например, эти паучи или перелистыватель пачек, и, например, туда, перед тем, как попасть на производство, коды наносятся. Это то же самое, что и прямое нанесение, то есть, по сути, здесь те же самые технологии, те же самые принципы по срокам годности. Есть вариант этикетирования. Наверное, удачный он, обычно он удачный для небольших объемов, вот когда импортный товар приходит на складах таможенных, происходит этикетирование зачастую. Вот, для маленьких объемов тоже, наверное, этикетирование подойдет, для больших обычно не используют этикетирование. Значит, о поводу типографии тоже понятно, да, что можно по бину распечатать, да, и получить типографию, но здесь есть нюансы, да, что типография должна быть зарегистрирована, и если у вас иностранные типографии, здесь могут быть сложности, потому что не все иностранные типографии готовы ставить себе российский программно-аппаратный комплекс. Вот, то есть здесь тоже, ну, как бы нужно проработать это с поставщиками, нужно понять, как вы будете работать. У каждого способа оплаты, да, и нанесения есть тоже преимущества и недостатки. Даже, скажем, для каждого, для каждого варианта использования есть плюсы, есть минусы. Например, предоплатные коды, они нечасто используются в непрерывном производстве, поскольку процесс заказа более сложный, предоплатный, да, к этому заранее все оплачиваете, нужно контролировать запас кодов, очень часто там ручные процессы появляются, а потери кодов выше, поскольку весь производственный брак у вас будет происходить уже с купленными оплаченными кодами. Вот постоплатный способ, он проще, в нем ваша вот эта корпоративная система прослеживаемости, про которую я говорил, есть технологии, как поддерживать страховой запас кодов. Вот сейчас дальше у меня будет слайд про это, но минус в том, что появляются сроки годности, да, и сроки годности также вот эта корпоративная система должна уметь контролировать. Ну вот здесь вот пример расчета страхового запаса, он, наверное, больше будет интересен финансистам. Дело в том, что заказать коды маркировки можно только в случае, если в личном кабинете есть достаточно денег для оплаты этих кодов. При этом есть требования к страховому запасу, как регуляторное, это семидневный запас, он прямо на сайте ЦРПТ, это требование висит. Так и бизнесовое. Бизнесовое из чего складывается? Что коды нужно запросить, обработать банком, провести в платежный день, зачислить средства на счет ЦРПТ, плюс есть дополнительные риски, плюс есть праздники и так далее, и так далее. И вот минимальный страховой запас по нашему опыту составляет 10 дней, а лучше 14 дней. При этом на производстве, например, с объемом в 100 миллионов упаковок в месяц расчетный страховой запас получится как минимум 34 миллиона рублей. А первый платеж для обеспечения вот этого семидневного запаса и страхового запаса составит 58 миллионов рублей. То есть следует учесть, что такая сумма денег окажется заморожена, так как положительный баланс всегда нужно будет поддерживать, иначе система просто не выдаст вам коды по запросу. Ну вот такие расчеты, в принципе, тоже вот интеграторы, кто делает проект, они могут сделать, и он тоже понадобится. Во всяком случае, на это нужно обратить внимание. Итак, допустим, вы коды получили, и теперь нужно выстроить последовательную цепочку отчетности. То есть ваша система прослеживаемости должна уметь проследить, да, просить за тавтологию, какие коды у вас были имитированы, но не нанесены, какие коды были нанесены. По нанесенным кодам, если вы собираетесь дальше их двигать по товароспроводящей цепочке, нужно подготовить и направить отчет о нанесении и ввести в оборот эти коды. То есть после отчета о нанесении и ввода в оборот продукцию можно перемещать. Ненанесенные коды, они могут, как мы выяснили, могут иметь срок годности, да, то есть их нужно понимать, да, что если вы их не используете, и они не имеют срок годности, они просто сгорят, да, система тоже должна все это вам отслеживать, исключать попадание случайно, да, кодов с истекшими сроками годности на производство. Ну, в общем, опытные интеграторы, опытные производители оборудования это все знают. Случайное попадание продукции в продажу со статусом имитировано или нанесено является нарушением. За это есть ответственность, то есть это достаточно неприятная ситуация. Она периодически возникает, да, ну, здесь я не буду, наверное, рассказывать, да, но ситуации такие, мы слышали про такие ситуации во всяком случае. И в некоторых моментах допускается перемещение продукции на собственный склад. То есть, например, вы вводите в оборот товар на складе, у вас этот товар перемещается, и в этом случае, опять же, с РПТ нужно такие вещи проговаривать, но, насколько я помню, в некоторых товарных категориях такое допускается. Но если вы товар везете, да, и случайно он у вас оказался в другом статусе, да, то есть вы его не ввели в оборот, его поймали, да, где-то по пути из Санкт-Петербурга в Москву, то здесь могут быть, как я уже сказал, вопросы, и это является нарушением. Что касается агрегации, да, вот имитированные коды можно агрегировать. Классические задачи агрегации – это упростить логистику, и вроде как бы только, как мы выяснили, да, предполагается 26-й год, там, туда-сюда, но есть нюанс. Если вы продаете групповые упаковки, вот видите, там у вас есть паучи, которые упакованы в такую групповую коробочку, которую в метро можно пойти и купить, то есть она тоже потребительская является. Вот на эти потребительские упаковки, если вы их будете, и как бы сети их будут продавать такими коробками, их тоже нужно маркировать, и при маркировании используется такой же код Data Matrix, который точно так же нужно приобрести. Если у кого-то, да, то есть у кого-то из вас, да, если есть такие упаковки, агрегация, она начнется немножко раньше, то есть, опять же, нужно понимать, да, что инвестиции в оборудование для агрегации тоже могут появиться уже вот на первом этапе. То есть вам важно поговорить с вашими поставщиками, сделать полноценный анализ, да, что вам, что вам потребуется. Смена собственника, это уже, что касается режима полной прослежимости, задание несрочное, тема важная, важная, то есть как вообще все это будет двигаться, как будет в ПД передаваться коды, но мы ее сегодня затрагивать не будем, это будет 26-й год, если хотите, мы можем отдельно, кому-то это важно, можем отдельно презентацию сделать. Нет, наоборот, не к сожалению, к счастью, к счастью, есть вопросы, касающиеся того, а что же роль агрегации там для, условно, получателя, да, и для отправителя, может быть, кратко ты бы смог бы рассказать, да, суть того вообще, зачем нужно делать агрегацию и как она упрощает, как бы, процесс. Хорошо, вообще без проблем, вот смотрите, давайте, вот прямо на этой картинке, вон где киска лежит, видите, вот на отправляемом грузе, значит, там у нас 4 палеты, да, которые физически приезжают от продавца к покупателю. У нас есть документы, товароспроводительная документация, ну, допустим, она электронная, да, у нас УПД подписывает продавец и потом подписывает покупатель, и товар уже, получается, юридически принадлежит покупателю. В системах маркировки вот нам все кодики, которые находятся в этих коробочках, все там паучи, например, там, да, все эти маленькие упаковочки с кодами маркировки, их нужно отобразить, вот чтобы вам в УПД, да, не заносить такое огромное количество информации, и чтобы на приемке, например, тот, кто принимает товар, ему не нужно было все это сканировать, да, чтобы достовериться, что вы то ему отправили. В этом случае эти кодики, вот давайте предыдущие даже я слайдик открою, вот эти кодики, они привязываются к, во-первых, коробу, да, то есть вот к вот этот SSC-код, он так называемый SSC-код, формат код 128, он уникальный код короба. Вот к этому уникальному коду короба в системе управления маркировкой привязываются вот эти дата-матриксы. И для того, чтобы этот короб кому-то продать в P2B, да, то есть не потребителю, а продать клиенту, в этом случае достаточно отсканировать только SSC-код. Если мы торгуем палетами, да, то есть отправляем, например, куда-нибудь далеко фуру, там 33 европалеты, на этой фуре мы на каждую палету можем также наклеить такую же этикеточку, привязать к ней уже коды коробов и оперировать при отгрузке приемки только этим кодом. То есть вот какой принцип. И здесь получается нам в системе маркировки достаточно отсканировать только код агрегата, и все остальное сканировать не нужно. То есть мы как бы отсканировав один код от агрегата, мы все коды подцепляем и оперируем уже всеми кодами, которые находятся в этом агрегате. Вот кратко, что такое агрегация. Естественно, это потребует умения работать в складской системе, интеграции со складской системой, умения складской системы работать с кодами маркировки, возможно, с датаматриксами. Там очень много нюансов, как это можно сделать. Все задачи решаемы. Проблем здесь технических, как бы сказал, технологических проблем нет. Технически могут быть сложности, но технологических проблем как-то реализовывать нет. Это все уже работает в фарме, это работает уже 4 года. Идем дальше? Да, спасибо. Вывод из оборота по иным причинам тоже не затрагивая сегодня, тоже потребуется нам только в режиме полной прослеживаемости. Режим полной прослеживаемости, что это означает? Это значит, что у нас не должно быть кодов, которые где-то зависли, да, то есть куда-то пропали, выбыли, непонятно где находятся. То есть режим полной прослеживаемости предполагает, что каждый код у нас имеет историю, и мы эту историю можем в системе прослеживаемости проследить. Поэтому выбор качественной системы прослеживаемости, да, позволит на уровне организации такие вещи делать. Вот, поэтому уже сейчас, поэтому мы говорим, что уже сейчас важно выбрать поставщика, хорошего поставщика, кто вот такие системы прослеживаемости корпоративного уровня предлагает. То есть это, по сути, вы внедряете 1С или там САП для кодов маркировки, то есть уже сейчас это важно делать. Ну и важный момент, общественный контроль, да, у нас потребитель может же проверить продукцию с помощью мобильного приложения и может пожаловаться, если что-то не так, и жалоба будет рассматриваться регуляторные органы с последующим расследованием цепочки. Конечно, в первую очередь придут к тому, кто продал этот товар, да, а дальше уже будет все это разматываться, чтобы, ну, как бы вот эта история, да, кода, откуда он туда переходил. И, конечно, здесь важность системы полной прослеживаемости, системы корпоративной маркировки и прослеживаемости, она очень важна, потому что она сильно облегчает вопрос таких расследований. Вам достаточно там код ввести, и вы всю историю этого кода видите, да, когда, как, куда она передавалась. И система маркировки позволяет обычно это делать, но и у отдела качества появляются дополнительные процедуры контроля и расследования жалоб по причине маркировка. То есть как-то это придет, причем придет это с стороны регуляторных органов, это обязательно нужно будет расследовать. И существует административная еще ответственность за нарушение порядка сроков отчетности, то есть маркировка это серьезно. Если продавать немаркированную продукцию, которую требуется маркировать, да, и требуется продать маркированную, вплоть до уголовной ответственности, то есть здесь все очень серьезно, поэтому вот эксперимент, участвуйте, что-то где-то вебинар посмотреть, участвуйте, сделать качественный анализ, заплатить, я не знаю, там, какой-нибудь консалтинговой компании типа Accenture, там, Accentis, да, это обязательно делайте, если есть такая возможность, лучше максимально хорошо подготовиться, чтобы потом просто не иметь со всем этим сложностей. Вот так вот выглядит IT-ландшафт, это сложный слайд, да, но как бы я его очень быстро проговорю. Это все системы, которые участвуют в маркировке, все системы в режиме полной прослеживаемости. То есть вы видите, там есть центральная система прослеживаемости, которая связана с разными другими системами с помощью интеграции. Это и ЭДО, и Меркурий, и учетные системы типа 1С или SAP, и таможни, и склады. Если у вас есть отгрузки клиентам или в маркетплейсы, то там может и система управления розницей, и система управления транспортом, там огромное количество систем, которые, исходя из ваших бизнес-процессов, будут или не будут подключаться к системе прослеживаемости. То есть внедрение такой системы уровня L4, это, поэтому я говорю, да, что это серьезный проект, на который тратится очень большое количество усилий, особенно во втором этапе проекта. Ну вот как выглядит, сюда не попала схема подключения типографии. Это отдельная схема, вот то, что Ирина рассказывала, да, что не все типографии могут работать, должны они быть сервис-провайдером с программ-аппаратным комплексом. Они отправляют специфические отчеты о верификации в СУС. СУС — это, соответственно, станция управления заказами, которая коды и выдает, да, то есть подсистема честного знака. Так, здесь, наверное, больше я останавливаться на этом слайде не буду. Вот интересный слайд — деление зоны ответственности с капакерами. Да, у многих из нас есть контрактное производство. Как раз для таких целей есть отдельный процесс, отдельный процесс, который нужно заранее проговаривать с вашими контрактными площадками. На сайте вот здесь вот сейчас, да, на сайте, господи, что я говорю, на слайде у нас представлен один из вариантов, когда вы заводите площадку как субаккаунт. То есть что это значит? Это значит, что вы доверяете этой площадке заказывать от вашего имени коды маркировки. Вот для большинства ситуаций такая история удобна. Но есть и другие опции. То есть, например, контрактная площадка может полностью работать независимо. То есть она регистрирует продукт в национальном каталоге, заказывает коды и передает этот продукт вам. Или вы, например, заказываете коды и передаете в эту площадку. Площадка работает как, не знаю, как нанесение, да, площадка для нанесения. Разные есть варианты. Зависит от того, что вы дальше хотите с этими кодами делать. Помним, что у нас коды впоследствии, когда будет полная прослеживаемость, могут дать вам огромные возможности для аналитики вашей дистрибуции. То есть у вас будет возможность посмотреть, что, откуда у вас, куда двигается, какие у вас остатки по вашим продуктам на разных точках, да, дистрибуции. Делать различные отчеты, там, селзин и так далее. В общем, эта аналитика доступна тем, кто является владельцем этого кода. Поэтому если вы заказываете коды, вы заносите в национальный каталог, и вы его, эти коды, например, передаете на площадку для нанесения на внешнюю, то вы будете, как бы, видеть эту статистику. Если полностью отдаете это на стороны контрактного производителя, вы можете это не увидеть, потому что контрактный производитель за вас все сделает, у него будет доступ к данным по продукции. Так, это слайды мы все отправлю, да, по всем вопросам мы потом можем с вами проговорить. Важный момент. Любой отчет в ГИСМТ требует авторизации в системе ЦРПТ, в честном знаке. Для этого, если особенный процесс автоматизирован, используется ЭЦП, и у нас есть нововведение буквально с прошлого года по работе ЭЦП с МЧД. То есть у вас есть электронная цифровая подпись, которая выдается отныне на физическое лицо, и есть машина читаемая доверенность, которой вы доверяете использованию этой электронной цифровой подписи для цели работы, например, с честным знаком. Дальше маленькая-маленькая часть этой подписи загружается в систему, и с помощью нее отчеты подписываются. Есть вариант это вообще делегировать, то есть у нас там сервис есть по делегированию, да, подписанию. Это вопрос решаемый. И здесь важно посмотреть, какие вообще есть варианты. Ознакомьтесь со статьей. Вот у нас директор по продукту, наш генеральный директор Сергей Игнаткин написал интересную статью. Вот если есть возможность, сейчас отсканируйте. Если нет, то потом презентацию я вышлю. Отсканируйте QR-код, почитайте статью. Надеюсь, что QR-код рабочий, и это не QR-код куда-то в другое место. Вот, ну, наверное, все хорошо. Хорошо. Напишите, есть ли этот QR-код в другое место, куда-то вас отвел, и мы вам открываем ссылку. Нормально, правильно ведет. Правильно ведет, ну, отлично. Ну, и вот возможности, да, после начала обращения маркированной продукции Анки. Это последний слайд, коллеги, у нас стоит время еще по отвечать на вопросы. Вот это то, что в теории маркировка может дать. То есть не только она нам усложнит, усложнит нашу жизнь в плане внедрения, да, продукта, выбора технологий и отвлечения команд на внедрение и изменения. Она также в конце может дать нам возможности контролировать стоки. Вот у нас, например, система аналитикса, мы не единственные, есть на рынке другие системы, которые позволяют скачать эти данные и сделать различные отчеты по продажам, по оборачиваемости товара. Ну, цены, я не уверен, что цены вносятся, вот в данном случае будут вноситься. Вот, но с помощью обогащения данных можно прям очень красивые, шикарные отчеты делать, которые позволят вам отказаться, наверное, даже от некоторых отчетов, которые вы покупаете у дистрибьюторов. Ну, на этом все. Большое спасибо. Я надеюсь, было интересно, я надеюсь, было полезно. Как я уже сказал, вот мой ящик, пишите, я открыт к общению. Мы готовы вам помочь, если вы большой производитель и вам действительно важно сделать качественный учет по маркировке, можете писать, мы с вами прям можем плотно поработать. Спасибо большое, Женя и Ирина. И коллеги, спасибо, что присоединились. Мне было очень приятно с вами сегодня быть. Да, еще рано, подожди, не прощайся, а то сейчас будут вопросы присоединились. Да, ну я начну по очереди, там вот, значит, вопрос по развесной продукции, Ирина, вот, наверное, давайте с него начнем. Да, коллеги, вопрос достаточно острый. Смотрите, расскажу издалека. ЦРПТ – это разработчик системы маркировки, и в целом мы слышим потребности бизнеса. Но также у нас есть регулятор, который готовит, скажем так, нормативные акты для того, чтобы создать техническое задание для реализации системы. Если мы говорим про частичное выбытие, система умеет с таким работать на примере сыра. То есть мы заходим в магазин, от головки сыра отрезаем часть, продавец продает ее покупателю, и таким образом, вот, головка сыра, когда распродана, кот выбывает из оборота. Что касается продажи кормов на развес, сейчас данное требование не включено, скажем так, в нормативку. Но до 28 февраля, как я уже ранее говорила, у нас есть публичное обсуждение проекта постановления об обязательной маркировке. И если вы, как производитель или как розница, видите потребность рынка в частичном выбытии, вы можете отправить свое предложение на регулейшн. Так, ссылочку я, наверное, сейчас оставлю в чате. Вы сможете ознакомиться, подготовить свои предложения, и регулятор, который готовит нормативные правовые акты, обязательно это рассмотрит. Я надеюсь, что я ответила на вопрос. Да, то есть это вопрос, опять же, к методическим рекомендациям и активному вовлечению бизнеса с точки зрения специфики и бизнес-процесса. Вот, и я, наверное, уже в третий или четвертый раз это повторю, в действительности много может чего поменяться. Вот пример той же фармы, по-моему, было около 20 или 30, то есть точно больше, чем 20 обновлений разных, расширений бизнес-процесса, учитывающих специфику. Поэтому здесь это точно пространство для гибкости, оно есть. Значит, Виктор спрашивает вопрос касательно, я понимаю, общего понимания, что происходит с кодами идентификации с точки зрения полной прослеживаемости. Я могу сейчас свое мнение высказать, Ариф, может быть, Ирина меня поправит. Значит, жизненный цикл кода маркировки с точки зрения перехода правособственности, действительно, он начинается от производителя. Дальше, после того, как производитель сделал отгрузку и посредством УПД, коды маркировки были переданы контрагенту-получателю. Они могли быть переданы как в составе агрегата, так и, например, если вы подавали поштучно, то и поштучно. То есть ключевое то, что УПД это тот документ, который, ну, по сути, передает информацию в систему СРПТ, в систему ГИСМТ, о том, что такие-то коды будут менять собственника. И когда ваш контрагент-получатель подписывает титул покупателя, происходит в системах ЭДО переход правособственности, и автоматом эти коды, которые были отправлены, также переходят на баланс контрагента-получателя. С этого момента производитель не видит их на своем балансе, они числятся на балансе, значит, допустим, дистрибьютора. Дистрибьютор то же самое делает, отгружает в розницу, происходит ровно тот же самый процесс, коды переходят на баланс розничного участника оборота. А розничный участник оборота уже в ИБТ регистрирует через, ну, чаще всего, конечно, это будет через кассовое ПО, путем сканирования кода на кассе, и, соответственно, посредством уже работы через УФД, эта информация передается в систему СРПТ, и код выбывает из оборота. Да, и это означает, что при каком-то повторном появлении этого кода где-либо еще будет возникать на стороне ГИСМТ, как бы, триггер, нотификация о том, что выведенный ранее код повторно где-то появился, ну, собственно, это нарушение, значит, это контрафакт, ну, точнее, неправильно, фальсификат, вот, да, то есть это значит, ну, очевидно, что это дубль кода в обороте, это тот, за кем было это зафиксировано это событие, ну, будет помечен определенной галочкой, вот, и дальше могут быть определенные действия предприняты. Так, вот, дальше, соответственно, вопрос, значит, от Дмитрия, отгрузка на экспорт, специально производится вручную или есть практика автоматизации, включая таможенную союзу? Ну, вообще, это тот же самый процесс, может быть, тут тоже Ирина как бы подскажет, будет ли это как-то специально выделено в отдельный подпроцесс, как отгрузка на экспорт с какой-то спецификой, или это просто будет там, да, выбытие по причинам на экспорт? Вот тут, не знаю, может быть, на уровне ощущений, Ирина, как вы думаете, экспортные отгрузки? Хороший вопрос, нужно подумать, возьму время на проработку. Коллеги, здесь я тоже хочу прокомментировать, что маркировка в странах ЕАЭС тоже уже есть, и, например, не знаю, там, Узбекистан мы берем или там Казахстан, да, маркировка фарма есть, маркировка сладких напитков запускается, вот, например, в Узбекистане. Вероятность того, что появится товарная категория такая же, да, она тоже есть. То есть, здесь тоже вопросы проработки между регуляторами, там есть вопросы взаимного признания кодов и отчеты. В общем, там будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ту страну, куда вы отгружаете, в плане маркировки кормов для животных, и будет ли вообще эта категория. То есть, тогда это выбытие, если будет, там тоже будет маркировка, и коды будут признаваться, значит, можно будет этот же код просто сканировать особым отчетом, да, что это будет экспорт, например, в страну ЕАЭС. Да, касательно еще вот в самом начале встречи у нас было вопрос по поводу технологии нанесения, сохранности кодов, там, нестираемости, считываемости и так далее. Я хочу анонсировать, что у нас в марте будет проведено там несколько, ну, я бы так сказал, что тоже подробных вебинаров с производителями оборудования, нашими технологическими партнерами, с которыми мы делали там совместно, там, несколько проектов, где можно будет адресовать прямо вот, ну, я бы так сказал, именно практичные вопросы с учетом, там, особенностей ваших производственных площадок и скоростей, и материалов, и, там, я не знаю, вплоть до лояута линий, да, как они у вас расположены, какие есть ограничения, там, пространственного характера. В общем, вот такого рода вопросы вы сможете спокойно адресовать в такой тоже свободной дискуссии. Вот, а так что имейте в виду и, да, смотрите в почту на обновления, которые мы будем адресовать, я думаю, в первую очередь через почту. Коллеги, Андрей Владимирович вопрос задает, да, давайте ответим. По служебным, для служебных собак госструктура, причем там нету системы Меркурия, то есть как это будет происходить и являются ли участниками оборота, может быть, ну, скорее всего, нет, эти госструктуры. Ирина, можете, пожалуйста, прокомментировать? Да, коллеги, у меня встречный вопрос, как сейчас у вас происходит отгрузка данной продукции, госструктуры? Я, кстати, предлагаю Андрея, может быть, вывести в эфир. Да, коллеги, смотрите, у нас остается буквально там 15 минут, и мы можем это время потратить в формате свободного диалога. Поэтому, кто хочет, просто поднимайте руку, и Егор, наш помощник, сможет вас вывести в эфир, и вы сможете устно прокомментировать что-то или задать вопрос. Так, Андрей Владимирович уточнил, ВСД на бумажном носителе. Смотрите, вообще, вот, наверное, в такой практике, скорее всего, вы будете самостоятельно выбывать данную продукцию из оборота по причине, не знаю, там, передачи корма в госструктуру, да. Ну, грубо говоря, сейчас я вот первое, что пришло в голову. Нужно будет ознакомиться с вашим процессом. Коллеги оставили мои контакты в чате, поэтому попрошу вас расписать процесс, как у вас сейчас это происходит, и мы тогда с коллегами подумаем, как вам лучше это реализовать при введении обязательной маркировки. Да, да, скорее всего, будет какой-то регламент, вам нужно связаться с собой с Ириной, и деталь задать. Коллеги, очень хорошая возможность задать вопросы сейчас, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки. Или письменно. Да, да, можете про поводу проекта, да, вопросы задать, там, по Меркурию, может быть, у кого-то вопросы есть. То есть, в общем, пользуйтесь возможностью, поднимайте руки, мы попробуем на вопросы ответить. Так, коллеги, ну, в любом случае, давайте, может быть, тоже всех, если что, держать мы не будем. То есть, в любом случае, после этой встречи вы получите на почту, по сути, материалы, которые вы сегодня увидели, чтобы можно было повторно ознакомиться с коллегами, обсудить. Дальше у нас, как я уже сказал, будет несколько... О, сейчас, Сергей, я вас тогда почую в эфир. Несколько будет, значит, вебинаров, посвященных тематикам непосредственно для производственных площадок, да, то есть, именно вопрос, касающийся оснащения линий. И, в принципе, будьте готовы просто задавать вопросы, там, наверное, предметного тока, может быть, даже пригласить, там, коллег, да, с производства. Сергей, у вас есть возможность размютиться и задать вопросы. Здравствуйте, спасибо большое, ждали возможность спросить еще раз устно. Я бы хотел вернуться к своему вопросу, который изначально, да, на нашем вебинаре задал, касающийся вопросов выбора технологии по способу нанесения, да, кормов. Ирина, вы сказали, что у вас есть какие-то наработки. Я вот вписал в чате дополнительно, чтобы поделиться как-то этими наработками, тестами, то есть, что какая-то технология вот с помощью лазера там, да, какого лазера, потому что у нас стерилизатор. Да, Сергей, мне кажется, вы мне... Чтобы эти вот условия... Вы мне уже в почту, мне кажется, писали. Смотрите, у нас протокол тестирования готовится. Как будет подготовлен, мы с вами обязательно поделимся. В рамках рабочей группы, да, наверное, Ирина, это тоже может быть возможно? К рабочей группе, ну, я думаю, что да, но я думаю, что мы сможем решить этот вопрос в частном порядке, поэтому контакты мои у вас есть. Напишите, пожалуйста, чтобы я там не забыла поделиться с вами протоколом сразу, как он появится. Спасибо огромное. Нет, письмо я по почту не писала. До этого общались с вашими коллегами. Значит, я вас с кем-то спутала. Вероятно. Спасибо большое, да, будет очень интересно посмотреть. Спасибо. Горячий для нас вопрос, спасибо. Коллеги, кто-то еще? Есть еще время. Опять же, не стесняйтесь задавать глупые вопросы. Так, Виктор, давайте мы сейчас вас тоже выведем в эфир. Как глухо не бывает от вопроса. Не значит, вопрос будет глупый, но тем не менее. Добрый день. Я хотел уточнить, а у вас есть примеры работы с VoiceSpeaking, где не надо сканировать, грубо говоря, короб и дата-матрикс для того, чтобы подгрузить клиенту? VoiceSpeaking? Да. Ну просто, а как вы себе представляете код маркировки через VoiceRecognition как бы делать? Я не представляю. Нет, просто многие предприятия давно уже перешли на VoiceSpeaking, то есть мы должны вернуться обратно и сканировать, получается. Это я для общего понимания. Да, тут понятно, что, ну давайте так, то есть с точки зрения автоматизации и вообще какого-то риска потери эффективности, такие риски и есть. Ну то есть глупо их как бы не брать во внимание, не брать в расчет. Тем не менее, как бы вот процесс, корректно выстроенный процесс работы с код маркировки в счетом агрегаций, он на самом деле не сильно как бы сказывается. То есть есть понятие там, да, производственная агрегация, которую мы делаем на производстве, и там логистическая агрегация в счетом перекладок, там, боев, браков и так далее, когда вынуждены на складе повторно что-то пересканировать путем изъятия или там доволожения. Вот, но, как бы, наверное, это будет интересная, как бы, кейс для ЦРПТ, в том числе, с точки зрения эксперимента, посмотреть, как логистика может измениться на тех складах, где уже войспикинг, как бы, в полную используется. Но, как бы, код маркировки так или иначе нужно будет передавать в составе агрегата, ну то есть, да, агрегационных процессов. Вот, я, честно говоря, даже что-то сам не задумывался насчет того, можно ли там как-то войспикогнишн, да, использовать. Скорее всего, войспикинг используется у вас в процессе логистическом, да, поэтому здесь просто нужно, опять же, с производителем оборудования узнать, есть ли для складов оборудование, которое позволяет вот в процессе пикинга производить считывание той палеты или того короба, который вы отгружаете, и в этом случае просто интеграции со складской системой достаточно будет, то есть, там не придется, да, брать сканер, идти вручную сканер. Ну, я бы, как бы, на самом деле, сказал, то есть, войспикогнишн означает, что у вас уже продвинутая WMS-система есть, да. Что мы видели чаще всего, когда вымеряется проект маркировки, я думаю, что мы можем, кстати, на следующих вебинарах где-то подсветить, это больше касается именно к полной прослеживаемости, то, что делается, на самом деле, двухконтрная такая модель, где есть контур учета кодов маркировки, есть контур учета ячеистого хранения и, собственно, работы в WMS-системе. И они не везде, как это, синхронно идут и дублируют друг друга, то есть, есть, по сути, понятие входа-выхода, плюс перекладки, связанные с кодами маркировки, и есть задачи, связанные с оптимизацией складского пространства, ячеистого хранения и прочее, все, что у вас решается в WMS-системе. И роли в том числе тоже разделяются, то есть, условно, персонал, который работает со складской системой, и персонал, который будет заниматься задачами именно маркировки. Вот, я думаю, что мы можем просто отдельно попробовать это проработать, да, наверное, не в рамках сегодняшней встречи, потому что мы можем вообще даже отдельно встретиться с вами. Да, продвинутый уровень такой, но, да, нам, по-моему, интересно тоже посмотреть, как это может сочетаться. Но, в целом, да, двухконтурная модель часто так вот мы используем, в том числе, в самом как бы FMG-Stick мы делали автоматизацию, там параллельно две системы. Вот, да, ну, спасибо большое, Виктор, за вопрос, действительно очень интересно. Отличный вопрос, и, правда, с удовольствием общались бы на эту тему, если есть возможность, у вас есть желание. Да, коллеги, еще кто-то? Эфир свободен. Так, ну, тогда я тоже хочу всех поблагодарить за участие, за время. Вот, если возникнут после встречи какие-то вопросы, не стесняйтесь обращаться. Вот, Ирина, большое спасибо за то, что подробно рассказали, и я думаю, что много чего интересного для себя вы тоже услышали. Вот, и я всем желаю, как бы, всяческих успехов в экспериментах и, конечно, во внедрении всего проекта целиком. Спасибо, коллеги. Коллеги, спасибо, остаемся на связи. Всем прекрасного рабочего дня. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания, спасибо. Продолжение следует...